Это программа «Тема дня» в студии Кристины Матвеевы. Здравствуйте! Представьте, что на ваши глаза надели темную повязку. Сколько максимально вы сможете в ней проходить, чтобы не сорвать глаз? А рядом с нами иногда находятся люди, у которых «Темная повязка» находится всю жизнь. И, возможно, они нуждаются в нашей с вами помощи. В рамках «Декады инвалидов», которая стартовала 1 декабря, в нашей студии жизнерадостная, активная, веселая, с большими планами на жизнь Гульнара Каримовна. Гульнара, здравствуйте! Здравствуйте! Гульнар, ну вы, все, кто вас знают, знаете, что вы человек достаточно активный, который знает, какие есть преграды, прежде чем выйти на улицу, знает свой маршрут. Но, тем не менее, что еще может мешать человеку с белой тростью? Недостаточно развита все равно доступная среда. Для этого, конечно, делается, много делается, да, но те же самые направляющие, тактильные плитки, они не возле каждого пешеходного перехода. Ну, это которые ребристые такие. Да, вот где мы, например, где я работаю, там, вот на этом большом перекрестке, проспект Химиков, проспект Строителей, вот эту плитку недавно положили буквально только в одном месте, на одном переходе, а на остальных переходах нет. И там такой плавный переход с тротуара на дорогу, что бывает, особенно вот зимой, да, ну, не всегда можно понять, что ты уже на дороге. Вот, это ощущаешь уже только по покрытию там. То есть это особо важный момент для любого незрячего человека? Да, безусловно. Вот, потому что не всегда может быть рядом звуковой светофор. Вот на этом перекрестке тоже звуковой светофор всего один. И когда ты на параллельной, у параллельного перехода стоишь, у параллельной дороги на переходе, то этот светофор уже звуковой не слышно. Вот, а бывает всякая погода, да, дождь или снег, когда приглушенные руки. Шум машин. Да, вот. Вот, и поэтому нужно бы, чтобы хотя бы на вот таких вот перекрестках... Оживленных перекрестках. Да, было больше, не один, больше одного звукового светофора. Что еще необходимо человеку, который вот... Еще, ну вот так как мы ходим везде, куда придется, например, когда идешь в торговые центры, вот идешь ведь вдоль торгового центра, там ведь не обязательно, что один только центральный вход. Там же могут быть разные магазинчики, снаружи двери, двери, вот. И тоже отсутствуют вот эти вот предупреждающие тактильные плитки, которые перед каждой дверью, например, на определенном расстоянии устанавливаются. И, например, идешь даже, будь то с собакой или без собаки, натыкаешься на них и понимаешь, что, ага, значит, здесь напротив вход куда-то. И вот я была удивлена, когда я в прошлом году была в Санкт-Петербурге, и там в обычном спальном районе, это не в центре где-либо, а обычный спальный район, недалеко от дома, обычный магазинчик, магнит, и возле его ступенек, перед ступеньками, вот эти вот предупреждающие плитка была. И я была прямо настолько приятно удивлена, что вот это там учитывают и... Заботятся о таких людях. Ну, то есть вот это как раз-таки мешает именно такому более спокойному перемещению по городу, чтобы была уверенность в том, куда и когда вы подойдете, к какой определенной двери. Да, чтобы каждый раз не спрашивать. Ну, или не будешь ведь идти там вдоль стеночки, вдоль этих вот витрин, и натыкаться, чтобы на каждую дверь двери ведь тоже открываются, например, на улицу открываются. То есть могут тоже, например, вот так вот и дверью случайно задеть. Поэтому вот это было бы, конечно, вообще здорово. А вообще, Гульнар, часто приходится вам обращаться за помощью к людям, к прохожим? Бывает, чтобы подсказали, например, в правильном ли направлении мы идем, когда, допустим, какой-то участок, где-то место, где мы нечасто бываем или первый раз, дабы не пропустить наш поворот, например, какой-то, или мимо какой-то двери не пройти. Вот такие вот уточняющие вопросы бывают, задаю. Бывает, обращаюсь к навигатору своему, где я нахожусь, вот, или у прохожих. Ну, а достаточно ли вы знаете маршрутов по городу, по которым вы уже знаете, как идти, куда идти, в какую сторону? Ну, очень много, так как мы ходим, куда придется, везде, то там, то сям. И поэтому вот эти маршруты и я уже запомнила, ну и, соответственно, Сармат. Вот. Говоря о мы, Гульнар имеет в виду себя и Сармата, то есть это собака-поводырь, с которой она перемещается по городу. Давайте поговорим про вашего первого помощника, вашего главного друга. Что это за собака? Расскажите про то, какую помощь она вам оказывает ежедневно. Ежедневно он оказывает неоценимую помощь в перемещении. Вот он дарит независимость, максимальную свободу. Перемещаешься, особенно это в плане скорости, потому что по времени. То на работу надо быстрее успеть, то еще куда-нибудь по времени. И с ним очень быстро передвигаешься. Вот, например, буквально вчера такой был момент. Я выхожу из дома на работу. У нас, в нашем районе, перехожу дорогу. Дохожу уже почти до перекрестка. И тут вспоминаю, что я забыла телефон дома. Так. А без телефона на сегодняшний день это же вообще что-то с чем-то. И я говорю, Сармат, все, бежим за телефоном. Мы бегом побежали за телефоном. То есть вы ускоряетесь вместе с ним? Да, обратно. Потому что мне надо было успеть по времени на определенный трамвай. Потому что по времени они сейчас реже стали ходить. Долго ждать потом. Я могла бы опоздать на работу. Вот, мы зашли в подъезд. Я его оставила на втором этаже. Сама дальше, выше поднялась бегом. Ну, взяла телефон. И обратно все, мы побежали. И вот так вот мы успели и на трамвай свой, и на работу. И я еще раз вчера была благодарна вообще Богу, что вот благодаря собаке, вот в таких вот ситуациях, ты вообще на такой скорости и все успеваешь. То есть Сармат, он по сути знает уже, наверное, и привычный маршрут, по которому вы перемещаетесь. И как он предупреждает о том, что надо остановиться? Он сам останавливается тоже. И, например, бывает даже, когда я не понимаю, почему он остановился. Ну, например, вдруг какое-то препятствие возникло. А я думаю, что здесь же тротуар, ничего такого, все как обычно. И я ему говорю, ну, вперед. И он не идет. Он упорно стоит. И потом вот я проверяю только. И тогда вот понимаю, что... Или люди начинают, например, говорить. А вот он и поэтому остановился. То есть подсказывают. Да. Или, например, он бывает не останавливается, а начинает обходить сразу. И я, например, могу тоже ввестись в это время в заблуждение, что почему это он в сторону сворачивает? Надо идти же прямо. И начинаю его ругать. Я говорю, что это такое? Иди прямо. Он опять туда сворачивает. И потом я поняла, что надо к нему прислушиваться. То есть это полное доверие, получается, вот четвероногому другу у вас взаимосвязь такая серьезная. Да, да. Полное доверие. Ну, а хулиганит сармат? Бывает там кошка, другая собачка? На кошек нет, но на собак бывает, да. О, там, приятель, надо поздороваться, допустим. Вот, я ему говорю, нет, ну-ка, не отвлекайся, ты на работе, особенно, когда он в шлейке. Вот, чтобы не отвлекался, не позволяю. Вот, когда только сама разрешу, ну, давай, ладно, поздоровайся. Вот, а так, чтобы был полностью сконцентрирован. А, то есть вы отпускаете его все-таки немножечко так погулять? Нет, не погулять. А вот, например, когда мы идем, бывает, да, чтобы поздороваться, например, я ему говорю, можно, и просто шлейку отпускаю, и держусь только за поводок, и он может просто поздороваться. Ну, бывает, например, когда идешь, вот, например, у нас на солнечной поляне, да, и бывают там с собаками гуляют. И вот мы идем, например, на шлейке он, и он встретил, особенно тоже, если лабрадор, и вот поиграть, я могу шлейку снять, и все, позволить ему поиграть. Вот, но без шлейки, чтобы, вот, потому что шлейка, это четко означает то, что он работает на работе. Ну, а вот часто люди обращаются к вам для того, чтобы, а можно погладить вашу собаку? Или почему на ней крестик, например, вот медицинский? Да, бывает, спрашивают, вот буквально вчера в трамвае девушка спрашивала, извините, а можно погладить? Я говорю, нет, она говорит, просто у нас тоже лабрадор. Я говорю, но спасибо, что спросили, прежде чем гладить, потому что, говорю, не все люди спрашивают. Бывает, просто сразу уже лезут погладить. Здесь были такие случаи, вот, пару раз в транспорте в общественном детиши, а его могут без разрешения угостить. Вот за это я сразу ругаю, и собаку ругаю, что он берет вот так вот. И они говорят, ну, не ругайте его. Я говорю, ну, ведь с вашей подачи, благодаря вам, и ему попадает. Не делайте тогда таких вещей. То есть все строго достаточно? Да, очень строго. Как вы говорите, сармат – это работающая собака? Да. Ну, один раз, особенно бывает, дети очень так вот, прям заставляют улыбнуться, бывают прям такие грамотные вопросы задают по поводу поводырей. А что? А для чего? И вот один раз вспоминаю сейчас случай. Иду я, вышла с работы, идем вот мы на этом перекрестке, подходим к переходу, и тут мальчик маленький. Ну, вот возраст у него такой, он еще шипящий не может произносить. И вот он спрашивает, а почему вот эта шлейка на собаке? Я говорю, а вот он мне помогает, водит меня. А-а-а. И вот тут такая пауза, он стоял, видимо, подумал. И потом мне говорит, а вы чего, вы все ослепли? И я прям так сразу улыбнулась. У меня как раз тогда было, я немножко приболела, недомогание, уставшая. И вот все, он мне просто поднял настроение на весь оставшийся день. И я говорю, да, вот, а-а-а, и вот он мне потом подсказывал, вот, сейчас красный, все, зеленый, можно, можно идти. Вот, такой радостный, улыбается. То есть такой хороший ребенок. Да, то есть у него вот это вот прям как-то по-доброму получилось. Искренне. Да, то есть он, вот, у него получается, как такой инсайт произошел. Ага, вот, ну, додумался, догадался, подумал, подумал. Вот, такие вот моменты. А так, да, бывает, вот, спрашивают, и мы просвещаем. Ну, надо, наверное, объяснить нашим телезрителям, что гладить лабрадора, который является поводырем, не стоит только из-за того, чтобы он не отвлекался от своей основной деятельности, оказывая помощь незрячему человеку. А так они не агрессивные. Сами по себе лабрадоры, они не агрессивные. И вот вчера, например, меня в транспорте тоже спросили утром. Он не укусит? Я говорю, ну, сегодня он завтракал. То есть вы так шутите еще? Да, да, то есть чувством юмора, и, соответственно, и сразу пассажиры тоже смеются. Вот, так иногда вот тоже разряжаю обстановку. Гульнара, вы упомянули, что вы вот чуть-чуть не опоздали на работу. Расскажите, пожалуйста, про свою трудовую деятельность, на которую вы ходите каждый день. Я преподаю в колледже нефтесимии нефтепереработки. Преподаю психологию и историю. И вот Сармат со мной каждый день находится на работе. Ну, то есть и студенты, и педагоги, и руководство все давно привыкли, что вы всегда работаете в паре, вы два напарника. Да, да. Вот, даже бывает, например, студенты придут, а Сармат бывает, ляжет у меня вот под столом. Захотелось ему так, и все. Они сразу, а где Сармат? Или там, как вы, сегодня без собаки, что ли, пришли? То есть вот все уже. Или даже вот вообще просто у людей. Кондуктор, например, спросит, а где ваш друг сегодня, где собака? Я говорю, а у него сегодня отгул? Или там, он уже поработал сегодня, все. Вот. То есть у всех, все уже не представляют меня без собаки. Ну, сколько людей вас в городе видели? Мне кажется, вы ассоциация действительно, что вы, всегда парочка ваша перемещается по нижнекам. Да, многие даже меня узнают по собаке. Подходят, например, знакомые, кто-нибудь издалека увидит, и говорят, ой, я тебя даже не узнала, вот только по собаке поняла, что это ты. Вот. Так что... Ну, и, Гульна, возвращаясь все-таки к проблемам незрячих людей, для вас когда сложнее перемещаться по городу? Зимой, летом, весной, осенью? Зимой и весной. Вот когда это начинает все таять. Да, гололед, лужи, ну, и зимой, когда вот эти заносы, звуки приглушаются, это и головные уборы, капюшоны, например. Поэтому вот в этом отношении труднее, конечно. По скорости даже, может, где-то вот скользко, допустим, так уже не побежишь, иначе это чревато падением. Отношение людей к людям с белой тростью за последние несколько лет, на ваш взгляд, изменилось? Я думаю, что да. Люди стали более внимательные. Спрашивают, например, когда мы, я вот, бывает, останавливаюсь и прикидываю, куда же, как же пройти, как пойти, или, например, прислушиваюсь, идут ли прохожие, и, бывает, подходят и спрашивают, чем вам помочь. Вот такой вот момент. Ну, то есть немножечко так уже начали вникать в проблему. Да, да. Ну, и в транспорте тоже внимательные. Ну, видимо, может, еще просто, я же говорю, нас часто видят вот такой момент. Поэтому. Как я упоминала выше, вы человек достаточно активный. Я знаю, что вы еще и лыжница. Расскажите вообще, чем вы занимаетесь вне работы? Вне работы мы занимаемся спортом. Это теннис для незрячих. Вот у нас скоро будет чемпионат городской отборочный. То есть вы спортсменка? Да. Потом на республике будем выступать, участвовать в соревнованиях республиканских. И дальше уже чемпионат России. Вот это теннис. То есть такие большие планы на будущее, да? Ну, да. Мы стараемся по возможности ездить, участвовать. На лыжах люблю кататься. С сарматом ездим на лыжах катаемся. И встала на коньки. С недавних пор, благодаря друзьям, я приехала к ним в гости в другой регион. И вот они меня сводили в Ледовый дворец. Там вот я первый раз встала. Покатались? Да. Встала на коньки. Как ощущения у вас? Ой, было вообще здорово. Как будто ты не идешь, а плывешь. Я не знаю, прям это с чем. Такая легкость какая-то. И страшно, но в то же время и интересно. Вот. А сармат-то в это время, он же на лед, наверное, не смог выйти вместе с вами. Нет. Они оставались с другим поводырем дома. С собой не брали, потому что в Ледовом дворце там ждать тоже холодно. Вот. Мы их оставляли дома. Ну, то есть достаточно такая активная жизнь, особенно спортивная. То есть вы не скучаете, скажем так. Конечно. Еще любим путешествовать. Сармат в том числе путешествует везде со мной. В том числе и одни. Мы можем с ним вдвоем, например, вообще в другой регион куда-то ехать или на самолете лететь. Вот. Ну, люди с пониманием относятся к тому, что вы находитесь с собакой? Или все-таки вопросы задают? Бывает, вопросы задают. Вот недавно был такой момент, буквально это летом, когда мы садились в маршрутку, в автобус до Челнов. И там места-то мало. Вот сармат у меня расположился возле меня. И кто-то там еще, что-то такое, какая-то ситуация возникла, точно уже не помню, да. Ну, одна женщина сказала, дома надо с собаками сидеть, а не в автобусе в транспорте ездить. Вот. Это как раз о недопонимании людей, о проблемах других. Да, да. Вот. Ну, слава богу, таких случаев прям единицы и единицы. Просто другие, конечно, там тоже кто-то начинает возмущаться этим же людям говорить. И мне говорят, да не обращайте внимания на таких. Вот. А потом мы ехали с Челнов, помню, до Оренбурга. Вот. Это практически целый день. И вот там было абсолютное понимание. Все хорошо. Расскажите, пожалуйста, Гульнар, о людях, которые вас окружают. С кем вы общаетесь, с кем вы дружите, с кем вы проводите зачастую свое время? Это близкие мои, это и друзья, так же, как и незрячие такие же, так же и зрячие, которые воспринимают меня как зрячую. Вот. Чем вы занимаетесь? Вы ходите гулять? Чем вот? Куда? И гуляем. На какие-то мероприятия совместные, вот. На лыжи бывает. Ну, вот, какие вот увлечения. И так же вот с друзьями и поддерживаем. В кафе, например, можем тоже пойти. В том числе и с арматом тоже. Расскажите, пожалуйста, о том, какими любимыми домашними делами вы занимаетесь, находясь на отдыхе, на выходных. На отдыхе, на выходных это порядок приводишь. Все, что, например, ну, какие-то дела домашние. Ну, домашние, обычные, женские дела. Да, 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 да. Вот. Я люблю просто чистить пространство, в том плане, что что-то по своим местам. Все прибрать, убрать, разложить. Потому что у незрячих все должно быть по полочкам. Все должно быть на своих местах, вот. Чтобы знать, куда положил, чтобы там же и взять, чтобы не искать. Вот. Ну, и чтение. Вот, очень люблю читать. Ну, вообще, вот, заниматься саморазвитием. Как незрячий человек обходится с гаджетом? Вот вы сказали, что вы как без рук, без телефона. Каким образом, то есть, вы вот по телефону, ну, как пользуетесь? То есть, они озвучены. То есть, это специальные телефоны? Нет, это обычные телефоны. Там есть специальные возможности, которые озвучены с помощью синтезатора речи. Вот. И таким образом у нас полностью все там озвучено. Полностью мы пользуемся все точно так же. И переводами какими-то, интернет и так далее. Все полностью сами озвучиваем. Но иногда бывает такой казусный момент. Экран я делаю темным. Потому что, чтобы аккумулятор не расходовался. Мне же не нужен свет экрана. И вот, например, бывает в транспорте еду. И вот пальцы смахиваю там пальцами жесты, что-нибудь. И тут стоит один пассажир и говорит, у вас телефон не работает. Я продолжаю опять дальше. Она мне, у вас телефон выключен. Я говорю, нет, он включен. Вот. Люди думали, что я тут по выключенному телефону что-то там пытаюсь делать. Ну, в общем, никаких проблем с телефоном не возникает. То есть это для вас такой же гаджет, без которого невозможно обойтись каждый день. Да. Это наша палочка-выручалочка. С помощью телефонов, кстати. Вот. Говорю же, палочка-выручалочка. Там есть приложения, с помощью которых можно какие-то бумаги прочитывать. Книгу, например, в прямом режиме прямого чтения. Допустим, какие-то этикетки прочитать, что-то определить. Например, приходишь с покупками из магазина, что есть, что. Например, две одинаковые банки консервации. В каком кукуруза, в каком фасоль, допустим. Можно и по звуку определить, а так еще, чтобы наверняка уж с помощью приложения наводишь на него, и телефон все скажет. В общем, все достаточно удобно для того, чтобы незрячий человек чувствовал себя комфортно. Да. Гульнар, скажите, пожалуйста, вот знакомьтесь каждый раз с каким-то новым человеком. Вы каким образом его для себя открываете? То есть вот как вы себе представляете? По запаху, по фактуре, по фигуре? Наверное, по голосу. По голосу у меня сразу определенные представления. Какой он представляю внешне. Но описать не могу. Иногда спрашивают, например, а вы можете описать? Как вот? И точно описать я не могу это словами. Себе представляю, а описать словами не могу. Так примерно только бывает и совпадает прям даже до, бывает, цвета волос и так далее. Какое из чувств вообще обострено у вас больше всего? Осязание? Осязание и слух. Потому что когда мы идем на улице, по улице, например, да, то препятствия какие-то крупные, вот мимо них проходишь и ощущаешь в пространстве, что ты мимо чего-то проходишь. Вот, например, раньше я почему-то не замечала, я думаю, что раньше тоже этот столб был, на остановке как-то вот стою, и вот такое ощущение, что возле меня кто-то стоит. И вот прям такое столькое ощущение. Один раз, другой раз. Ну, думаю, ну, не может же всегда прям возле меня тут кто-то стоять. То есть интуитивно вы чувствуете, что там рядом есть? И тут я буквально чуть-чуть в сторону, так, тростью посмотрела, и оказалось, это столб металлический. То есть его раньше там не было, или вы просто его не замечали? Я, наверное, я вот сама не знаю. То ли не было, то ли просто, наверное, не замечала, а потом вдруг вот заметила один раз, и все, теперь потом стала вот замечать. Мне кажется, для вас всегда каждый день это какое-то открытие, да? Ну, наверное, да. То есть это же каждый раз, мне кажется, ни один маршрут ваш не похож на предыдущий. В чем-то да. Но это не всегда ведь сложности, Гульнар, вот, или каждый раз приходится приходить какие-то препятствия, чтобы вот добраться из пункта А в пункт Б? Нет, конечно, не всегда бывает. В зависимости, я говорю, вот от погоды, в зависимости от настроения, от доброжелательности людей встречных, вот. Вот это все от вот этих вот факторов зависит. Гульнар, спасибо вам большое, что вы пришли в нашу студию, нашли в своем плотном, активном графике для нас время. Я вам желаю крепкого здоровья, чтобы вы с Арматом продолжали путешествовать, продолжали ходить в гости, также дружить, и чтобы люди вокруг обязательно понимали, когда необходимо оказать помощь. Благодарю. Это была программа «Тема дня». Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова